здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а чем я сейчас занимаюсь кофем я сейчас буду заниматься у меня сегодня главный герой кофе у меня закончилась кофе видите там на дне осталось баночки вот в эту баночку я всегда наполняю полностью ее кофе и мне хватает и семье моей там кто-то говорил вы много пьете кофе нет я весь день практически не пью кофе у меня кофе есть в перерыве между работой утром могу чашечку кофе выпить но вечером очень редко а так по выходным когда гуляем с мужем или там в церковь идем воскресные дни тогда да вот и кто там рассказывает мне что я кофеманда я очень люблю кофе но я делаю кофе максимально полезный что я добавляю в какой там тоже спрашивали ну вот была крема вот такой вот кофе этот кофе мне прислала танюшинка и уже у меня тут скоро он будет заканчиваться пью в основном только натуральный кофе вообще мне нравится сорт арабика мне нравится очень теперь о том что кофе не полезен уже писать мне не надо потому что я подписана на такие сайты когда одна из первых я узнала что платные это сайты оксфордского гарвардского университета еще несколько университетов где производят всякие знаете молодые ученые производят всякие делают опыты в лабораториях и делают открытия постоянно происходят какие-то открытие и уже давным давно исследования доказали что в обычных количествах кофе безобиден и очень полезен в обычных количествах ну например чашечка с утра главное влияние кофе на организм человека обусловлен кофеином раньше считали что кофеин стимулятор но оказалось что он не только блокирует реакции самоторможение нервной системы благодаря этому он не позволяет организму скажем так уснуть избавляет от усталости он улучшает ясность и скорость мышления поэтому с утра очень даже полезно и расширяет сосуды кофеин и может помочь при головной боли ну конечно если это головная боль связана со спазмами сосудов тогда да и вот ученые из миннесотского университета вот они как раз доказали что кофе даже очень полезно вот так вот так как у меня посмотрю я вот еще крупный нет надо немножечко и потом смотря как и с чем вы пьете кофе кстати например еще один предрассудок который говорил о пагубном влиянии кофе на сердце он был многократно опровергнут и вот недавно китайские ученые в очередной раз отметили провели исследование что у потребителей кофе нарушение ритма сердца развивается на 6 процентов реже чем у тех кто его не пьет но если этот кофе выпьет без никотина без сигарет если сигаретами тогда да и пагубность это идет от сигарет и впитываемость быстрее идет ядов сигаретных вот и все так сейчас я так так пересыпаю так как по-моему нет по-моему не нравится сильно крупный сейчас скажет пальцами лезет до своими пальчиками длинными музыкальными скрипичными на скрипке играю все-таки конечно как вы думаете так так что сейчас еще чуть-чуть так вот теперь хороший помол я делаю сейчас сильно мелкий помол чтобы его заваривать сразу бывает иногда варю очень люблю добавлять в кофе корицу имбирь с имбирем кофе из корицы у меня постоянно а еще я люблю кардамон гвоздичку и таким образом у меня кофе получается просто уникальный не полезный а супер вот еще 3 мимо драгоценные драгоценные зерна пошли мимо какие они красивые кофейные зерна как же они мне нравятся просто прелесть я девочки всегда добавляю в кофе бадьян вот он бадьян если кто не знает что такое бадьян это такая звездочка знаете это вот такие вот звездочки вот они я вытащил и вот в них вот там семена но полезно вся полностью звездочка полностью вы можете в чай и в кисель и куда угодно я хорошенечко в ступке разбиваю идет вот этот бесподобный запах и когда варю кофе я бывает завариваю а бывает варю кофе и обязательно добавляю бадьян это такое сочетание изумительно а еще хочу сказать что из бадьяна была извлечена шикимовая кислота иначе шики миг запомните шики миг вот такая кислота и она легла в основу лекарственного препарата как-то называется не помню который разработан для борьбы с различными вариантами гриппа но я не буду называть это лекарство потому что я против лекарства я думаю они взяли шикимовую кислоту из бадьяна добавили в химию и стали лечить людей на самом деле не проще ли сказать возьмите купите хорошую ступку у меня великолепнейшая ступка на день рождения мне когда-то подарила танюша мраморная черная и вот я разбиваю в этой ступке танечке дай бог здоровья благословения и деткам ее и маты и вероники это не всем здоровья и благодать и вот разбиваем открывается семя все это открывается кладем выварим и она высвобождается варить долго нельзя потому что будет уничтожено именно до закипания все и тут стоп и это будет изумительная вещь это профилактика на ранних стадиях лечения гриппа в том числе птичьего гриппа свиного в общем все виды гриппа кстати еще знаете где шикимовая кислота вот эту выделили шикимовую кислоту чтобы вы знали я хочу вам сказать в имбири фенхеле и плоды амбрового дерева хотя именно вот в анисе звездочном вот этот вот звездчатый анис звездчатый это и есть бадьян анис звездчатый он как звездочка вот именно в нем сосредоточено максимальное количество вот этой полезной для человеческого иммунитета кислоты поэтому используйте поэтому я считаю нужным сейчас напомнить вам что и в чай и в кисель и в кофе особенно в кофе кладите бадьян я вообще его в порошок измельчаю и могу просто посыпать себе что-то в чай или кофе и пить с удовольствием бадьяне как и в большинстве других натуральных специй много антиоксидантов но именно в бадьяне его их очень много и уже доказано научно что употребление в пищу аниса звездчатого то есть бадьяна препятствует окислению некоторых жирных кислот ответственных за рост холестериновых бляшек в жизненно важных артериях и там есть такое вещество называется лимонен я про него рассказывала лимонен и вот он в бадьяне в большом количестве он предотвращает определенные типы раковых заболеваний вот так вот ну и еще нужно конечно же знать что бадьян он очень хорошо стимулирует у кормящих мам выработку молока вот я бы сказала так так что девочкам у кого маленькие детки кто кормящая мамочка добавляйте в чаек чайки делаем сами травяные вот эту вот красоту такое вот канисовым относящиеся и употребляйте с огромным удовольствием ну а пока с вами болтала про то насколько кофе полезен закончила его делать и не забывайте да что кто регулярно пьет кофе того меньше шансов заболеть раком простаты молочные железы вот так вот и меньше снижает вероятность рака печени даже сахарного диабета но смотря как вы пьете ни в коем случае никакого сахара кофе сахар кофе сигареты это несовместимо а вот кофе с сигаретами если вы будете пить то наоборот все ровно наоборот потому что начнет сильно усваиваться вся все яды которые в сигаретах и все эти токсины пойдут в кровь и печень а это нам не надо вот так вот действует кофе но я вас всех люблю будьте благословенны будьте здоровы и помните о том что кофе это приятный ароматный напиток может также поддержать беседу я получаю максимум удовольствия даже просто в каком-то уютном кафе уединяю надо мне что-то написать дописать до своей книги я сижу дописываю доделываю редактирую есть у меня такой бывает у меня час беру у мужа на выходных игру пойду-ка я свое любимое кафешка сяду там в уголочек меня там уже знают не трогают и вот возьму чашечку кофе беру свои записи и там работа бывает и такое у меня ну а из кофе из кофе мне арабика больше нравится например она мягкий аромат имеет рабуста она содержит больше кофеина чем арабика и такой уникальная горчинка резкий запах у робусты либерика там резко выраженный горький привкус вот и его не используют чистом месте виде однако смеси с использованием ее зерен зерен то отличаются такой насыщенностью глубиной аромата вот а купаж ну смесь арабика и робуста придают напитку такой особенный вкус и я иногда так и делаю беру зерна арабики смешиваю с робуста получается вот этот вот купаж или как называют смесь вот ни с чем не сравнены и вкус и крепость тогда вот то что нужно конечно нельзя не сказать за кофе который я пила во львове во львове просто уникально подают кофе варят и все эти ковярни просто прелесть там по-скандинавски там это тонкий аромат такой бодрящий кисловатый сочетается с молоком и сливками по-венски кофе он такой сладковатый с насыщенным вкусом по-американский американо с выраженным таким ароматом и легкой горчинкой американо тоже люблю по-французски ты он такой бархатистый это же приятная горчинка есть по-итальянски но это эспрессо вот знаменитый эспрессо это по-итальянски крепкий горький мне он не нравится континентальная обжарка очень крепкий черные эспрессо терпеть не могу вот как бы это так вот кратенько если у моих вкусах был вопрос и я с удовольствием отвечу так что слухи о его вреде эти здоровья относятся к народным вымыслам будьте здоровы я уже сделала кофе столько сколько мне хватит на неделю вот и все будьте благословенны вы и ваши близкие пока пока